В Сочи, как в никаком другом городе России, благоприятные условия для ведения бизнеса, считает Анатолий Пахомов. Но предпринимателей нужно всячески поддерживать. Для этого и в городе, и в регионе действуют разные программы, которые, однако, пока не пользуются большим спросом у населения. О том, какую помощь бизнесу оказывают власти, на встречу рассказали представители краевых фондов, гарантирования и микрофинансирования. Первый помогает взять кредит в банке под свое поручительство, а во втором выдают предпринимателям кредиты с минимальной ставкой чуть более 6% годовых. Есть возможность у сочинских бизнесменов и вернуть часть денег, потраченных на закупку оборудования. Программой субсидирования в прошлом году воспользовались 34 предпринимателя. А могло бы быть намного больше. Как сообщил Анатолий Пахомов, в городе будут содействовать всем, кто захочет заняться, к примеру, лоточной торговлей, ведь спрос на местную продукцию будет только расти. Все можно получить, но вот здесь ситуация такова, если кто-то собирается получить место под мелкорозничную торговлю и даже предложит нам, где это должно, если это не противоречит безопасности, получит. Но он должен сам там работать, а не кому-то передать. Но не только тех, кто планирует заняться предпринимательством, пригласили в этот раз на встречу. Власти города решили помочь центру занятости населения и самостоятельно сводить работодателей, тех, кто эту работу ищет. Заинтересованность в новых сотрудниках высказали многие предприниматели. На летнее время мы планируем расширение большое. Нам понадобится 10-15 человек работников. Работа непростая. Общение с клиентами, предоставление услуг. Сочинец Юрий Карасев 4 месяца не мог нигде устроиться. На встречу с бизнесменами мужчине повезло. Сразу нашлась работа по специальности. Мне товарищи сказали, что будет здесь обсуждаться вопрос по работе. Вот хотел тоже обсудить. Я работал раньше на автомойке администратором. Потом попал под сокращение. Вот сейчас хочу, может быть, такую работу найти. Я разбираюсь просто в этом комплексе. Идею проводить такие встречи регулярно предприниматели поддержали. Обсуждать на них будут не только меры поддержки бизнеса, но и вопросы земельных отношений, налоговые нововведения. А еще обязательно будут приглашать тех, кто не может трудоустроиться. Ведь для тех, кому это необходимо, работу на круглогодичном курорте можно найти всегда.